Экстрасенсы-детективы Она пытается вылезти из этой воды Она кричит, спасите, помогите Покойница заставит подругу во всем признаться экстрасенсам Вот она за ней стоит Карта любви и карта смерти Я просто убежала Она говорит, ты скоро будешь рядом со мной на том свете Это молодая женщина из города Измаил, Одесской области Она обратилась в нашу программу с просьбой о спасении Наталью преследует призрак погибшей подруги Чье тело нашли в колодце неподалеку от дома И каждый раз после появления покойницы Трехлетний сын Натальи, Даниил Оказывается на грани жизни и смерти Мать в отчаянии Вторая, чтобы ребенок не видел слезы Умершую подругу звали Татьяна Наталья говорит, что первый раз она пришла в ночном кошмаре Я в какую-то яму паду или колодец, но эхо идет такое Как будто колодец такой вот темный И вдруг в этом сне Наталья увидела в колодце свою подругу Ее большие голубые глаза были полны слез У нее были открытые глаза Страшные и до сих пор вот этот сон снится А уже на следующий день чуть не погиб маленький сын Натальи Они с Дани кормили лошадь И вдруг женщина почувствовала чье-то присутствие Было такое ощущение, что кто-то стоит Я разворачиваюсь, а никого нет Но в следующий момент сын начал плакать И показывать пальчиком на что-то невидимое У сына страх в глазах Показывает рукой Мама, смотри, мама, смотри Мама, я боюсь Наталья хотела взять малыша на руки, чтобы успокоить Но в этот момент конь будто чего-то испугался Резко встал на дыбы и ударил передним копытом Даню в грудь Лошадь ребенка чуть не убила Я его убил, он забрал И когда мы его завезли в больницу Снимок уже показал, что перелом включится В больнице мальчик рассказал, что возле конюшни Он испугался какой-то страшной женщины Она смотрела на него и плакала Наталья уверена, что это приходила ее мертвая подруга Но тогда и подумать не могла, что через неделю Сама увидит ее призрак У себя во дворе Своими глазами Вот мне тогда было страшно Погибшая Татьяна смотрела на Наталью Плакала и будто что-то кричала А затем прямо на глазах у матери На играющего рядом малыша Упал тяжелый забор Я услышала, что ребенок скрикнул И этот забор на нем Как новый забор, который всего год назад Прочно прикрутили к столбам Мог сорваться с петель и упасть на ребенка Наталья не понимает Как будто его кто-то дергнул Или кинул и сверху толкнул Наталья на секунду просто оцепенела от ужаса А далее крик, паника, скорая Маленький Даня оказался в реанимации У малыша было серьезное повреждение Внутренних органов Я боялась, что ребенок может умреть Что я просто ребенка потеряю Врачи не давали никаких гарантий, что ребенок выживет Сказали, что он может быть либо инвалидом, либо может просто умреть И только чудом мальчик остался жив и поправился Однако Наталья не понимает Зачем к ней приходит ее покойная подруга И почему несет угрозу жизни ее сына Ведь они с Татьяной были очень близки В одном классе из одной парты всегда вместе были Меня очень улюбило Но после школы их с подругой пути разошлись Наталья лишь знает, что несколько лет назад Беременная на четвертом месяце Татьяна Вышла из своего дома и пропала А спустя время местные случайно нашли ее тело в заброшенном колодце Ее, наверное, недели три искали А потом уже учащиеся нашли Ну, там же недалеко школа и колодец там Как и почему молодая беременная женщина оказалась в колодце Никто не понимает Причин наложить на себя руки у Татьяны не было Тем более подруга Наталья всегда мечтала о ребенке Однако правоохранители закрыли дело как самоубийство Каких-либо данных, которые бы говорили о насильственной смерти, не установлено Ее смерть наступила в результате асфиксии при утоплении Мать Татьяны не пережила потери и спустя полгода умерла Чтобы узнать подробности смерти подруги Наталья решила поехать в родное село и расспросить соседей о гибели Тани Однако услышанное сильно удивило Наташу В руках Таня умерла И сказали, что ее кинули в колодец Среди местных до сих пор ходят слухи, что беременную женщину убили Ведь в вечер ее исчезновения соседи слышали на улице женский крик А утром нашли на дороге куртку Татьяны Валялась в переулке ее порванная курточка, очень сильно порванная Видимо, пререкались, дрались или что они там делали Изнасиловали ее, говорят, потом и бросили в колодец Возможно, покойная Татьяна хочет что-то рассказать подруге о своей смерти И поэтому приходит с того света Наталья уже не знает, что и думать Как это ни с того, ни с сего Прошла ко мне Есть какая-то на это причина Женщина сильно напугана Ведь появление призрака несет смертельную опасность ее сыну Наталья хочет спасти своего малыша И просит экстрасенсов разобраться Что на самом деле случилось с подругой Чтобы покойница ее больше не преследовала Я хочу, чтобы они приехали Я хочу, чтобы они мне помогли Я просто уже не могу так жить Приехать в Измаил, чтобы помочь 21-летней Наталье Согласились постоянные эксперты нашего проекта Сильнейшие экстрасенсы страны Алена Курилова и Ярослава Федорова Утром перед расследованием ясновидецы встретились возле отеля Чтобы обменяться своими ощущениями Когда я подошла к Ярославе Она словно застыла Она не двигалась И только смотрела в одну точку Я увидела дух какого-то убитого мужчины И он прошептал Помоги моему сыну А я скажу, как спасти Наталью И показал мне какого-то темноволосого парня Лет 20 Я не знала, что и думать Но через секунду к нам подошел именно этот парень Что все это означает? Чей дух приходил к экстрасенсу? И откуда здесь взялся этот парень? Меня зовут Вячеслав Я переживаю за родных Я не хочу, чтобы они страдали А что случилось? Часто в доме находятся всякие подклады Выяснилось, что парня зовут Вячеслав Зечу Ему 21 год Работает коком на морском судне Сейчас ждет своего рейса Известных экстрасенсов увидел из окна отеля И решил обратиться за помощью Я просто не могла отказать этому парню Ведь его мертвый отец переживал за жизнь сына И должен был помочь мне спасти Наталью Мы подумать не могли Какую кровавую историю узнаем через минуту И как это связано с нашим расследованием Кто находил подклады? Тетя находила Тетя А что она находила? Она находила ленточку, которая на венках С могильного венка? Да Так, еще Перед дверью находила Парень говорит, что между рейсами Часто гостит в доме своей тети в пригороде Измаила Скажите мне, пожалуйста, а почему вы решили, что это подклады? Что-то случалось после этого? Да, три аварии Три аварии? Аварии? Да Сначала было со мной Меня врезались А еще с кем? С братом Потом с дядей Авария Шок Три ДТП за короткий промежуток времени в одной семье Парень говорит, что после этих автокатастроф и он, и его родные уже просто боятся садиться за руль А главное, они не могут понять, кто и за что пытается расправиться с их семьей Хочу знать, кто Кто это делает, да? Держите колоду Женская рука делает этот подклад Вы очень хорошо знаете эту женщину Мама Экстрасенсы шокированы Почему парень подозревает в смертельной порче родную мать? Боже, его мать – убийца Она убила твоего отца Это правда? Парень едва сдерживает слезы Похоже, ясновидица почувствовала страшную правду Но что случилось? Мама берет нож И убивает твоего отца в спину Трагедия в семье произошла в 2010 году Вячеславу тогда было 12 Его младшей сестре – 10 Позже парень рассказал, что отец был им и за маму, и за папу Ведь мать о детях не заботилась У нее были другие интересы в жизни Мама очень плохой человек Часто она бывала такой, что было противно с ней находиться рядом Изменяла папе Я это видел Не один раз Он ей все прощал Видишь, ведь он любил ее Она этого не понимала Папа не хотел оставлять нас без мамы Хоть какая-никакая, но все равно мама В тот момент мне выпали карты любви и смерти Знала бы я тогда, что объединяет Вячеслава и Наталью Я вижу девочку Она протягивает твоей маме нож Сестра А почему сестра дала твоей маме нож? Она не знала Она не знала, что она хочет делать Ох Пришел домой, сестра на кресле сидела, прижалась к коленке Смотрит телевизор, на нее идут слезы Шашу, что случилось? Мама спросила у меня ножик Папа спал, она там спала и просто ударила ножом Это все происходило на глазах у сестры То ли женщина была в нетрезвом состоянии То ли просто не в себе Родные не понимают Но двумя ударами ножа мать сделала своих детей сиротами Для меня это был шок Я плакал Я не могу вообще ни слова выговорить Мой отец для меня был Это все Вячеслав до сих пор не может смириться со смертью отца Которого отобрала у них сестра и мать Но если это действительно она делала смертельные подклады тети То зачем? По моим ощущениям, женщина, которая делала подклады Была просто переполнена ненавистью к тете Вячеслава Эта порча была местью за что-то Подклады ваша тетя начала находить несколько лет назад И мама ваша вышла несколько лет назад Так мама проклинала твою тетю Она проклинала тетю, потому что она нас забрала к себе Тетя – родная сестра убитого отца У них с мужем четверо своих сыновей Но она усыновила детей брата и воспитывала их как родных Сразу, без разумия, она взяла тетя Мы ничего не нуждались После этого Вячеслав с сестрой перестали общаться с родной матерью Не отвечали на письма Отказались от встречи, когда она вышла из тюрьмы Парень говорит, что настоящей мамой считает тетю И ради нее готов на все Я никогда ее не брошу Никогда в беде не оставлю Я хотел бы попросить снять вот это Не хочу, чтобы было плохо моей тете и дяде Мы с Аленой расскажем тебе, как защитить и почистить ваш дом Экстрасенсы объяснили парню, как избавиться от действия подкладов И уверили, что погибший отец, по которому так скучает сын Вскоре придет к нему во сне Спасибо вам В этот момент я увидела, что вместе со мной Вячеслава обнимает его убитый отец Он поблагодарил нас за сына А затем я услышала Не верь слова мужчины, которого встретишь под дождем Именно эта подсказка спасет Наталья Жизин По дороге к Наталье экстрасенсы продолжают работать Мне вчера пришло страшное видение Будто какой-то мужчина бросает в колодец какую-то девочку Странно Подругу Натальи нашли в колодце А теперь Алена Курилова видит еще какую-то девочку, которую тоже туда бросили Как это понимать? Возможно, ясновидится, говорит о двух жертвах одного и того же убийцы Но кто этот мужчина? Так этот мужчина из семьи Натальи Если какой-то мужчина из семьи Натальи причастен к смерти Татьяны То подруга может приходить с того света, чтобы отомстить Но кто эта вторая девочка из видения? Подожди, у меня ночью был очень странный сон И мне кажется, что это связано с нашим сегодняшним расследованием Мне приснился мальчик В его глазах я увидела отражение какого-то мужчины, который бросается на женщину Я подумала, возможно, этот мальчик был свидетелем убийства Татьяны Но кто он? Этот мальчик поможет нам спасти Наталью Тогда еще никто не знал, что нас ждет целая серия страшных убийств Причиной которых стала любовь Смотрите далее Любимый убийца Экстрасенсы раскроют шокирующее убийство молодой матери Она видела его глаза И понимала, что это все конец Я увидела, что она лежит И я ее не узнала Она хрипела, беги Она говорит, ты скоро будешь рядом со мной на том свете Вы смотрите проект расследований экстрасенсы-детективы Сильнейшие ясновидецы страны Алена Курилова и Ярослава Федорова в Одесской области Приехали спасать трехлетнего мальчика Малыш в опасности из-за призрака подруги его мамы Женщину нашли мертвой в колодце У сына страх в глазах Показывает рукой Мама, смотри, мама, смотри Мама, я боюсь Мне приснился мальчик В его глазах я увидела отражение какого-то мужчины Который бросается на женщину А затем я услышала Не верь словам мужчины Которого встретишь под дождем Наталья с нетерпением ждет экстрасенсов Что они скажут? Почему на самом деле приходит призрак погибшей подруги? Добрый день Здравствуйте Добрый день И почему она ходит вот за мной? Что ей нужно от меня? Мне страшно, что я просто ребенка потеряю Не обратилась ради него Я прошу, что мы ходим Я начала работать с Натальей И мне очень не понравилось то, что я почувствовала Обычно аура людей имеет яркие цвета Однако аура этой девушки была серого цвета Она серая, как пепел Такое бывает, когда человеку угрожает смерть Получается в опасности не только сын Натальи, но и она сама Однако женщина говорит, что с ней вроде бы ничего такого не происходит Под угрозой постоянно оказывается только ее сын Она же лишь время от времени видит призрак подруги Чтобы понять это, нам нужно было выяснить все о смерти подруги А нет у тебя фото Тани? А не нужна нам никакая фотография А вот она за ней стоит У нее длинные темные волосы Светлые глаза Она худенькая такая И вы чем-то похожи Ты даже можешь чувствовать, что она за тобой стоит Чувствуешь? Стоит сзади Вот как будто руки на плечи И вот тебе тяжело Она говорит, что сама лишила себя жизни Шок Получается, беременная женщина наложила на себя руки Но почему? Татьяна Зачем ты это сделала? Карта любви и карта смерти Твоя беременная подруга покончила с собой из-за любви Подожди Подожди, она что-то говорит Она очень хотела этого ребенка Она хотела семью А потом случилась какая-то ссора Да Ты? Да Выяснилось, что незадолго до смерти Татьяна сообщила подруге о ссоре с любимым Однако причину конфликта Наталья не знает Отец этого ребенка сказал, что она ему не нужна И он от нее отвернулся Даже говорил, что это вообще не его ребенок Я вижу, как он избил Татьяну Татьяна плакала и кричала, что теперь ни она, ни ее ребенок никому не нужны У нее началась настоящая истерика Я видела, как она бежит по улице, сбрасывает с себя вещи А затем прыгает в колодец Но самое страшное, что оказавшись там Таня осознала, что совершила страшную ошибку И они с ребенком должны жить Она пытается вылезти из этой воды Она кричит, она кричит Спасите, помогите, я здесь, я здесь Но ее никто не слышит Она очень жалеет, что убила своего ребенка Я подумала, стоп, а что это у меня было за видение с девочкой, которую бросает в колодец какой-то мужчина Я не представляла, о каком ужасе, скоро узнаю Но зачем погибшая Татьяна приходит к Наталье и несет угрозу жизни ее маленькому сыну? Что она от меня хочет? Почему приходит? Так, сейчас Она говорит, ты скоро будешь рядом со мной на том свете Как? Наталья приблизительно такого же возраста, как и моя дочь И услышать такие слова о молодой девушке, это ужас Но я не понимала, почему она может умереть Подожди Она хочет тебя предупредить об угрозе Она хочет до тебя достучаться Погибшая Татьяна приходит к Наталье, потому что хочет спасти подругу от смерти Но энергетика духа настолько сильна, что постоянно провоцирует смертельные ситуации для ее маленького сына Но если мы поймем, откуда идет опасность Наталье, то дух подруги перестанет приходить И малышу ничто не будет угрожать Так, а я хочу спросить Что угрожает Наталье? Угроза идет из потустороннего мира? Нет Это живой человек Но о каком человеке идет речь? Кто и почему желает смерти молодой мамы? Подождите Мне идет видение Я снова увидела этот ужас Как мужчина бросает маленькую девочку в колодец Ей лет 5-6 И тут я поняла, что это была картинка из прошлого Натальи Так это ты Тебя топили в колодце? Кинул отчим Вот так за ноги, вот так вот А потом просто пустила и все Я больше не помню Это просто шок Отчим хотел убить свою падчерицу Это случилось в селе Где Наталья родилась и жила с семьей Мама тогда дома не была Сосед был в огороде Увидел, как он меня за ногу спускает Он прибежал и меня вытащил по лестнице оттуда Маленькая Наташа чуть не захлебнулась в ледяной воде Девочка долгое время лежала в больнице с многочисленными травмами Ох, Деша, я просто убилась Выяснилось, что отец Натальи бросил семью, когда дочери было 4 года Ее мама Лариса вскоре второй раз вышла замуж за односельчанина Но добрый, на первый взгляд, мужчина почти сразу превратился в настоящего монстра Раны, как ожоги Мужская рука, которая делает вот так Что это? Спички тушил об меня Отчим? Спички? Подпаливал и об меня тушил Булдырями начали тело покрываться Тут, тут, тут и от сигарет, и от спички И все тело, ну, шрамов Он душил, он издевался Я накричала все столько просто от боли Наталья говорит, что мужчина жестоко издевался не только над ней, но и над двумя ее братьями И мама это все знала? Она все это видела? Она была на работе, мы ей жаловались Но он говорил, что это неправда Когда мама видела это все, он просто ее бил Но от того, что мы услышали дальше, у нас волосы встали дыбом Еще видение идет Как ад какой-то Угли горят, и он тебя туда заталкивает В печку он меня хотел туда засунуть Живого ребенка он бросал в печь Он хотел, чтобы я сгорела Боже, сколько же ты пережила Чувствуй, что за боль у меня на душе Я уже даже плакать не хочу, слезы сами идут Что уж за зверь такой Он как садист какой-то Он получал удовольствие от этого Он маму постоянно запомнил Попробую только меня в тюрьму посадить Мама все равно ходила в милицию Писала заявление, его забирали, садили На 15 суток Выходил и все равно приходил Выбивал калитку, окна, дверь и говорит Выйди, либо дом подпалю Я понимала, что этот подонок Каждый раз возвращался к жене Лишь потому, что она его прощала Я чувствовала, что у матери Натальи боролись два чувства Страх за своих детей и ненормальная любовь к мужу-садисту Но почему экстрасенсы заговорили об отчиме Натальи? Возможно, угроза идет именно от этого мужчины, который пытался убить ее еще в детстве Когда я смотрела в глаза этой девушки, я увидела, как она стоит над чьим-то окровавленным телом А затем она в страхе убегает Дальше разговаривать на улице, где начали собираться люди, я не хотела Давайте в дом зайдем Странно, но я вообще не чувствовала в этой комнате энергетику Натальи и ее семьи Это был не ее дом И я не понимала, зачем она нас обманывала Я уже хотела спросить у нее об этом Но тут меня ошеломили слова Алены Твой отчим убил твою маму? Да Шок! Неужели это правда? О, Боже! А ты была рядом? Да Мы с мамой лежали, но уже уроки сделали Мама вязала носки Он пришел, мама вышла, говорит, что ты сюда пришел? Это случилось в 2008 году Муж-тиран вернулся после очередного ареста за избиение детей 11-летняя Наташа сразу заметила злость в глазах отчима Он говорит, где поживут пару дней, а мама говорит, я не хочу с тобой жить Я сейчас милицию вызову А милицию, говорит, идем поговорим Руки мне дай свои Вот так, будто они связаны у тебя, вот так Да А кто связывал? Он брата заставил Он ему сказал, чтобы он связал мне руки И он забрал маму в другую комнату Старший брат Юра, которому тогда было 13, побоялся ослушаться отчима Мальчик связал руки сестре и младшему брату И остался вместе с ними Тем временем в соседней комнате все происходило настолько быстро и страшно Что мать даже закричать не успела Это даже не палач, это зверь какой-то Он ее вот так вот, вот так бьет Вот здесь у нее все разбито Все в крови Как человек вообще может такое с другим человеком сделать? Он рвал ее на куски Она видела его глаза И понимала, что это все конец Он выходит из крови Он говорит, я убил вашу маму И сел в комнате курит Шок Мужчина за несколько минут зверски расправился с женой В то время как трое детей находились в соседней комнате А после этого остался в ее доме Спокойно выкурил сигарету Словно ничего не случилось Ты это все видела Я чувствую, что когда ты вошла Ты даже не поняла, что это Я увидела, что она лежит И ее не узнала Она хрипела, беги Я просто испугалась, маленькая Я убежала из дома Господи, ребенок Я просто понял, что я маму потеряла Как я дальше буду жить без нее Меня очень улюбило Слезы идут и идут Старший брат Натальи вызвал скорую и полицию Маму забрали в больницу Муж так сильно поиздевался над ней, что даже медики были шокированы увиденным Он танцевал на ней Он переломал ей ребра У него руки были переломаны Она не могла разговаривать Она постоянно кровью стекала Трагедия произошла в родном селе Натальи Местные жители до сих пор помнят это зверство, всколыхнувшее маленький и тихий поселок За что такая жестокость? Где такое право, чтобы человека убивать? Я вообще не могу понять Это до сих пор Она была молодая, 39 лет, красиво Но когда я приехала в больницу, она как бабушка была Говорю, это не моя мама Женщине сделали семь операций Но чуда не произошло Через месяц она умерла Наталья говорит, что перед смертью мама так страдала от боли, что на это было просто невозможно смотреть Она просто кричала, а я боялась Не хотела, чтобы она умирала Я просто убежала Она умерла Я чувствовала, какая-то сильная связь была между Натальей и ее мамой Но скоро призрак матери на глазах у всех придет с того света, чтобы спасти свою дочь А когда мама умерла? На день влюбленный Мужчину арестовали Но приговор Палачу всех шокировал Было начато уголовное производство по факту нанесения тяжелых телесных повреждений Приговором суда ему было назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы Он за убийство 5 лет в сие Как 5 лет? Сказали, она же не дома умерла Она в больнице умерла Это просто не укладывается в голове Душегуба еще и досрочно освободили за хорошее поведение Таких людей надо не то, чтобы сажать Их надо резать на куски Он ходит себе на свободе Сегодня одного убил, завтра другого И никого он не боится Я хотела им купить или вино, или еще что-то добавить Какую-то отраву Травануть его Я много чего хотела сделать Убийца Наташиной мамы сейчас на свободе А карты мне говорили, что опасность идет от какого-то мужчины Мы должны были выяснить, может, это отчим ей угрожает Смотрите далее Шок Из-за кого молодая женщина может оказаться на том свете? Я спросила у духа мамы, кто желает смерти ее дочери Что это? Тихо, тихо, тихо И покойница указала мне на какую-то женщину Которая стояла в толпе за окном Это я ее видела Вы смотрите новый сезон проекта Экстрасенсы-детективы Алена Курилова и Ярослава Федорова в Одесской области Выясняют, кто и почему желает смерти молодой женщине, маме трехлетнего мальчика Угроза идет из потустороннего мира? Нет, это живой человек Твой отчим убил твою маму Ты все это видела Она хрипела, беги Убийца Наташиной мамы сейчас на свободе Мы должны были выяснить, может, это отчим ей угрожает А мне не давал покоя вопрос А какого мальчика я видела во сне? Который был свидетелем нападения мужчины на женщину И благодаря которому мы спасем Наталью Может, это ее братик? А где сейчас твой младший брат? Вадима в Америку усыновили Мы месяц после смерти Мама, то до бабы пойдем, то до родного папы пойдем Кусок хлеба попросим Отец даже не пытался забрать детей к себе А вскоре умер Нас забрали в интернат Пораскидывали, как собак Кого, куда Детей из-за возраста распределили в разные интернаты Наталья говорит, что сильно скучала по своим братьям Почему тебя не забрали, как Вадика? Им Вадим понравился И они не хотели, как бы, меня Ну, я понимаю Ему там будет легче Ты осталась одна Я не понимаю, что чувствует ребенок, когда он не нужен В интернат часто приезжали люди Которые хотели усыновить детей Но девочку в свою семью так никто и не взял Некоторые приезжали вкусно и привозили Голодная была Ужас Через какой кошмар прошли Наталья и ее братья в детстве Младшему ведь было всего 4 годика Когда у него на глазах убивали его маму Однако карты говорили, что он не тот мальчик из моего сна Но какой тогда мальчик приснился ясновидице? И действительно ли отчим угрожает жизни Натальи? Ты его до сих пор боишься Это не просто страх Это ужас У меня до сих пор так Он даже после смерти маму приходил Нас сбил Какой кошмар Неизвестно, чем бы все закончилось Если бы детей не забрали в интернат Отчим мог и их убить Что это? Когда книжки упали Я испугалась, была в шок Прям с полочки Все замерли от ужаса Это сделал призрак женщины Я сразу поняла, что это был дух Наташиной мамы Я почувствовала эту связь между дочерью и матерью Она не исчезла даже после смерти И девушка тоже почувствовала свою маму Когда ты сказала, что он после ее смерти Приходил еще вас мучить Посыпались эти книги После ее смерти тоже было такое Я осталась одна дома Книжки тоже упали Моя мама любила читать книги Может, она знак какой-то дал ей Но почему дух Наташиной мамы пришел с того света? Она тебя очень любит Я ее люблю Не может говорить Глаза полны слез Вот так показывает Помоги Мертвая женщина смотрела на меня и плакала Она не могла говорить Ведь ее лицо было изувечено Позже мы узнали, что во время нападения Отчим Натальи выбил своей жене все зубы А ее подбородок и губы были сплошь покрыты страшными ранами Из-за сильной боли Мать не смогла поговорить с дочкой даже перед смертью Однако глаза Наташиной мамы умоляли Чтобы мы спасли ее дочь от смерти Я спросила у духа женщины Угроза идет от того, кто убил тебя И она покачала головой, нет Но если отчим тут ни при чем От кого же тогда идет смертельная опасность молодой женщине? Тихо, тихо, тихо Почему ясновидеца вдруг идет к окну? Что она там видит? Я спросила у духа Наташиной мамы Кто желает смерти ее дочери И покойница указала мне на какую-то женщину Которая стояла в толпе за окном О какой женщине говорит Алена Курилова? Неужели она угрожает жизни Натальи? Но ведь ясновидецы утверждали, что опасность идет от какого-то мужчины Экстрасенсы направляются к людям, собравшимся возле дома Я ее видела На вас указала погибшая женщина Мама этой девушки Вы знаете эту девушку? Первый раз вижу Живу в соседнем доме И вообще первый раз вижу Как вас зовут? А вы тоже ее не знаете? Нет Наташа, это не твой дом Это не мой дом Я вообще не чувствовала в этой комнате энергетику Натальи и ее семьи Это был не ее дом Невероятно Но чей это дом? Зачем Наталья пригласила экстрасенсов именно сюда? Почему молчала об этом? И как от этой женщины может идти угроза Натальи, если они даже не знакомы? Так, а почему твоя покойная мама показывает нам Юлю? И в тот момент мне пришло страшное видение с Юлей Мужская рука Вот так вас колет ножом Юля, это кто? Вас резал ножом? Это же он Боже Я не могла поверить Эту женщину, так же как маму Натальи Пытался убить мужчина, с которым она жила И которого она любила Третья жертва насилия за наше расследование Когда эта женщина мне сказала, что ее ножиком резали И у меня аж прям мандраж пошел За что, Юля? Что не хотелось ли в жизни? Вы хотели уйти? В этот злополучный вечер Это было 25 апреля 2016 года Ничего не предвещало беды Он был на заработках Он не сообщал, что он приезжает Юлия говорит, что на момент трагедии они с мужем прожили 10 лет Воспитывали шестилетнего сына Но их отношения уже давно испортились Он когда был на заработках Он, скажем так, спутался с девочкой Девочка из Измаила тоже Она звонила мне, просила его отдать И Юлия решила отпустить мужа Она не хотела жить с изменником Я просила очень долго, чтобы он оставил меня в покое Он не смог с этим смириться Постоянно мне названивал Говорил, что он любит Вот тут решил приехать нежданно-негаданно Он позвонил в дверь, я открыла Мы с ребенком были дома Я начала, чего ты приехал Он попросил его покормить Ну, якобы с дороги, да? С дороги, да Ребенка взял на руки и начал говорить, что Ты будешь приходить с мамой ко мне на кладбище Ну, шесть лет ребенку Я залетела, выдернула у него ребенка И начала кричать, уходи Он побежал на кухню Вылетел на меня с ножом И он начал бить меня ножом большим Муж Юлии пытался зарезать свою жену за то же Что и отчим Натальи и ее маму Потому что она не хотела с ним больше жить Но я и представить не могла Почему на самом деле дух убитой матери Указал нам на эту женщину А ваш сын маленький Он вас каким-то образом защитил Меня ребенок спас Прибежал из комнаты ребенок И он начал его дергать Сзади и кричать Папа, не трогай маму Пожалуйста, я тебя очень прошу Ну, и он отступил Бросил нож Ребенок защитил вас для себя Это чудо Схватила ребенка за руку Пробежала в подъезд Начала стучаться в дверь Просить помощи у людей Соседи были шокированы Когда увидели Юлию Которая просто истекала кровью Она стучала мне в дверь И я как увидела Чуть в обморок не упал Вся в крови дала Я вообще думала, она умерла Конечно в шоке Как это так подрезать? И не один раз стыкал ножом Он наделся и ушел Сосед спросил Виталик Что случилось Вызывать скорую Или в милицию Он сказал А все нормально и пошел Соседи вызвали скорую и полицию В больнице Юлия чуть не умерла От сильного кровотечения Двое суток Несчастная женщина находилась На грани жизни и смерти Врачи сказали Оперируем Потому что она может умереть В любой момент Мы попытаемся ее спасти Спасибо им огромное за это Низкий им поклон Мужа Юлии арестовали Когда он был дома у матери Его приговорили К шести годам заключения Кричала, что вот я порезала Но я ее очень сильно люблю Ну как вот так любить человека Что вот чуть не отправить его На тот свет Вот какого мальчика я видела В своем сне перед расследованием Это был маленький сын Юли И он был свидетелем нападения Своего отца на маму В его глазах я увидела Отражение какого-то мужчины Который бросается на женщину Но почему мне показали этот сон И что объединяет этих двух женщин Я посмотрела в карты И просто застыла Ребенок Натальи вскоре Может увидеть то же самое Что видел сын Юли Насилие отца над мамой Угроза тебе идет от твоего мужа А мне же все время Вы подали карты убийственной любви Наталья тоже может стать Жертвой своего мужа Как Юлия Вот почему дух Наташиной матери Указал на нее Она тебе показывает Что с тобой может быть то же самое Она умоляет Чтобы мы тебе помогли Получается Именно от этого Пытался предостеречь Наталью И дух ее погибшей в колодце подруги Ведь она тоже страдала От насилия своего любимого Но почему угроза Натальи идет от ее мужа Что происходит в семье этой женщины Тебя муж бьет Ну Наталья говорит, что познакомилась Со своим мужем Григорием Сразу после окончания интерната Влюбилась и вскоре они поженились Муж заботился о Наталье Она чувствовала себя с ним Как за каменной стеной А потом все изменилось Бывает Бросает на кровать И начинает или лупить, или орать А потом обнимает Говорит Я не знаю, что на меня нашла Он ее бьет постоянно Чтоб не было сильно заметно на лице Он ее бьет по ногам По рукам По почкам Она просто может Сделать инвалидами любить А самое отвратительное Муж Натальи пользуется тем Что жену некому защитить от его насилия Пугает ее Наташу Куда ты пойдешь Кто тебя примет Кому ты нужна Кроме меня Кому ей пожаловаться Мамы нет у нее Папы тоже Наталья говорит, что не уходит от мужа Лишь потому, что ей просто некуда идти Она со своим маленьким сыном Никому не нужна Просто терплю ее Именно поэтому к Наталье и приходил Дух ее погибшей подруги Татьяны Она понимала, что вскоре девушка действительно может погибнуть Пострадать из-за своего любимого так же, как погибла Таня К сожалению, очень много женщин, у которых то же самое Которые страдают от насилия От побоев и молчат Они ставят под угрозу жизнь своих детей Наталья боится, что она может повторить трагическую судьбу своей матери Как будто через что она прошла Через то и я прохожу Ребенок и Тот Понимает, что у нас В семье не все хорошо Очень сильная боль шла Ну видно, что человек тоже страдает Этого Гришу Просто вот так вот взять бы его, честно Порвать на немецкий крест Если Наташиного мужа не остановить Это может очень плохо для нее закончиться И для ребенка тоже Ведь ее сын тоже растет в жестокости Ты понимаешь? Когда твой ребенок будет видеть это все У него тоже станет серой аура У людей, которые с измала живут в ненависти и жестокости Судьба программируется так, что они словно магнитом Начинают притягивать к себе зло, плохих людей и опасность Их аура всегда лишена ярких цветов Ученые называют это синдромом потенциальной жертвы Почему некоторые люди притягивают к себе смертельные ситуации Никто объяснить не может Возможно, причина действительно в том, о чем говорят экстрасенсы А его родные как к этому относятся? Что он над тобой издевается? Решайте сами Она вырастила мужчину, который может ударить женщину И это теперь женщины проблемы А почему мы в чужом доме? Это из-за Гриши? Да Он кричал, угрызал, говорит, я тебя побью Несколько дней назад Наталья сообщила мужу, что обратилась к экстрасенсам, чтобы спасти ребенка Узнав об этом, Григорий в очередной раз избил жену Тогда Наталья решила обмануть его Чтобы встретиться с ясновидицами Сказала, что едет в гости к подруге У меня подруга помогла, я сняла домик Нам нужно к нему ехать Сейчас, конечно, уже поздно Но я бы завтра ему в глаза посмотрела На следующий день Из-за ледяного дождя и гололедицы Экстрасенсы с Натальей с трудом добрались до села, где она живет с семьей Женщина сообщила мужу, что ясновидецы хотят поговорить с ним И он пришел навстречу Что это случилось? Скажи, ты ее обижаешь? Обижаешь, правда? Ты же ее берешь Руку поднимал Было у нас Недоразумения были Один удар не туда Она умрет, ты сядешь в тюрьму, а твой ребенок попадет в интернат И все Я никого не обижаю, я разбираюсь сами Просто люди все летку увидели Все Я верю Григорий, если ты не хочешь потерять ее и своего сына Не хочешь сесть за решетку, не поднимай на нее руку Никогда Я не хочу видеть перед собой будущего убийцы Это нормально Ты понимаешь, что чувствует твой ребенок, когда ты ее обижаешь? Наталья Ты можешь пообещать ей прямо сейчас, что не будешь ее бить? Ты же ее любишь? Все будет хорошо И тут я вспомнила Не верь слова мужчины под дождем Получается, дух убитого отца того парня, который подошел к нам вчера утром, говорил о Григории Этот мужчина так и не услышал нас Он не изменит свои отношения к жене, как бы она ни старалась Эти избиения никогда не закончатся Когда мы прощались, я прошептала Наталье Если он еще раз тебя ударит, забирай сына и беги Через месяц после расследования экстрасенсов к нам в редакцию позвонила Наталья Муж снова поднял на нее руку, и она приняла непростое для себя решение Ушла от него Я не хочу терпеть, как моя мама всю жизнь терпела И чтоб ребенок это все видел Сейчас Наталья вместе с сыном живет у старшего брата Юрия Говорит, что теперь чувствует себя в безопасности Нашла работу? Работает С вами все хорошо, наконец-то чувствую себя счастливой Спасибо вам, я вас присоединилась Конечно, семья – это самое важное, что есть у каждого из нас Ее нужно беречь и ценить Однако не стоит спасать семью ценой своей жизни Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok